всем привет друзья с вами по речка и прямо сейчас хотелось бы поделиться с вами новой колодой моей очередной на этот раз такой не более фанга серьезные сразу немножко про результаты которые мне хочется не добиться с 1400 ммр я поднялся до 2 400 соответственно с каким-то сумасшедшим винрейтом где-то порядка 20 игр побед и около трех поражений ну и собственно сама колода давайте не будем оттягивать попробую новую схему игры прям в онлайне мы будем с вами сейчас немножко анализировать колоду потом я отправлюсь сыграю игру не в ранкете в казуале я там это ничего не поменять и так колода называется море дает такое кодовое название суть колоды заключается в усилении вот этих вот лучников которые наносят помимо то что сами три урона так еще и получать себе усиление базовой силы если соседним юнитом наносится урон а ввиду того что сейчас очень много погодников до тех же это очень актуально то есть ну и соответственно еще забыл сказать про такие карты как полгерты и моркворк они собственно являются еще и переносным источником силы до который стоит постоянно на столе и которые вот день который постоянно тут находится да и получается генерирует так сказать топливо для этих лучников для их разгона конечно же они не самое главное в этой колоде собачка и безголовый друг тоже не менее важны но давайте разберемся что же тут и как происходит из золотых карт я предпочел подложить цири дикий кабан морей коралл и геральт и геральт и непонятно очень хорошая карта сейчас играется фактически в любой ситуации на любой колоде можно играть цири тут у меня используется для получения карт адвентеджа потому что я обычно люблю выигрывать первые рауды мне в принципе она нравится Соответственно, корабль, который слева юмиту прибавляет одну единицу базовой силы, справа отнимает просто единицу силы. Но всегда можно с помощью позиционки сделать так, чтобы он вообще ничего не отнимал, а только прибавлял. Очень сильная карта, как по мне, позволяет вам синергировать еще с лучниками, если как-то хотите поставить справа, чтобы вам наносился урон. Ну и, в принципе, это все. Стоит ставить в начале обычно раунда, либо в середине, ну, когда уже выставите какую-то комбинацию, либо, если у вас много карт, сделайте это во втором, чтобы попытаться додавить противника максимально. Коралл, новую у нее способность, выберите юниты. Обязательно нужно это сделать, если их нет, то придется выбирать своих. И нанесите урон этим юнитам на половину их силы, округляя к меньшему значению. То есть, если у юнита 5 единиц силы, нанесете 2 единицы урона, а не 3. Ну, про герой-то и все понятно. Из каких-то замен по золоту могу вам предложить... Мушавура, может быть, даже для кого-то более бюджетный вариант Коралла... Да, Коралл... Или герой-тоидни составит 3 с Миригольд, или, может быть, даже Мэдмен Лугас. Или, если вы любитель погоды, можете попробовать взять какую-нибудь из погодных карт. По поводу серебряных карт. Вот тут вот наступает, наверное, момент, где вот фактически ничего менять не нужно. Нужно изменить только одну или две карты по вашему желанию, если у вас их нет. Две ключевые карты, Моркворк и Ольгерт, который... Этот стоит постоянно на столе, и если умирает, то появляется заново, теряет 3 силы. Этот же, если умирает, падает в отбой, но возвращается на следующий раунд. Собственно, их мы и стараемся прокачивать с помощью корабля, либо с помощью... мастеров-оружейников, да? Теперь про комбинации какие-то. Сейчас я еще не закончил про серебряные. Сначала комбинации. Собственно, способность, как Ханкрайта, в идеале используется на Моркворга. После этого используется двойной Крест Альзура. Собственно, так вы достаете своих двоих юнитов с Адреналином. Теперь про остальные серебряные карты, которые помогают это сделать. Про Крест Альзура я уже сказал. Используется на Ольгерга или Моркворга, если один из них, например, уже достали. Сначала Ольгерга. Сначала Моркворга, точнее, достали с Креста, а потом можете достать с Краха Ольгера. Ну, или потом достаете Донора, либо какую-то из этих карт. Например, Лучника или Донора. Потому что все они во втором раунде получают усиление силы. То есть становятся шестерками. В третьем раунде у вас 50 на 50. Либо Ольгерга, если они остались в колоде, либо какой-то из этих Лучников. Тигр Дрифа. Тут все понятно. Воскрешение. Если вашего Моркворга залочили, но он очень сильный, вы хотите его вернуть во втором, допустим, раунде, можете смело это делать, не стеснялись. Ну, и Чучело просто полезная карта, которая позволяет вам, например, снять лог с вашей карты, которую очень частенько теперь стали против нее использовать. Либо сыграть Чучело на какого-то из Медиков, либо на ту же Сигар Дрифу. Либо, опять-таки, кинуть самим лог, снимая лог соперника. Тут вариативности много. Ну, и вот теперь ситуативная, наверное, карта, которую выбрал я, по крайней мере, Донор Анхиндар. Используйте на юнита, включите или отключите лог, и, соответственно, задискардите бронзовую случайную карту из колоды вашего оппонента в ваш отбой. Очень полезная, как по мне, карта. Сейчас, так как все играют фактически сайленс, можно легко скинуть с своего юнита его, либо убрать какой-нибудь адреналин, допустим, с краснолюдов, которые нынче тоже очень популярны, или с мифгардцев, которые кинули адреналин уже с помощью своей двоечки. Вполне можно это сделать, если ваш соперник, например, предпочитает не кидать лог на эти юниты. Ну и заодно задискардить юнит или карту какую-то вообще бронзовую, что очень приятно. Его можно заменить, например, на того же Гремиста, который позволит вам использовать Чистое Небо, Туман или Медведя. Но я заранее хочу сказать, что Гремист тут не нужен, ребят. Вы хотите, чтобы вас погодили. Это ваше желание. Собственно, когда будем играть, я надеюсь, что объясню, почему, если нам попадется погодник. Ну, теперь немножко про обычные бронзовые карты. Два Медведя. Отличная суперская карта, которая наносит одну единицу урона каждому сыгранному вражескому юниту, причем неважно как сыгранному, появившемуся, всему наносит урон. Очень хорошо играет против медиков Мельфгарда и медиков в Скеллиге, так как они теперь не получают плюс одну силу за раунд. Но, соответственно, всегда, если вы играете против Скеллиги, знаете, что у него один-два медика есть, можете смело воскрешать Медведя, он сослужит вам верную службу. По поводу позиционочки. Я покажу сейчас, как это будет делаться. Тут используются три лучника. Я использую три, можете использовать два, взять еще один, например, корабль, но я предпочитаю три лучника. И два Мастера Брони, которые дают две базовые силы. Также тут имеются две, три точнее, копии карты Клан Друбан Шилдмейден, Защитницы Клана Друбан, которые наносят, если юнит уже ранен, то есть у него красная сила, она наносит ему две единицы урона, и появляется следующая копия этой карты. Весьма темповая карта, но учитывайте, что если юнит, например, один был ранен, вы нанесли две единицы, допустим, или сколько, ну, неважно, сколько у него было жизни, вы нанесли ему две единицы, и, допустим, в следующая вы хотите, чтобы появилась третья, но у него больше нет раненых юнитов, то она не появится. Даже если вы несете две единицы урона, можете тогда выставить своих юнитов, например, которые стоят уже под охотником Клана Броквар. Ну и гриб тут используется для того, если вот корабль, да, или тот же какой-то погодный эффект снимет очень много сил, и вы всегда можете восстановить силу своему юниту. Либо скинуть усиление с юнита оппонента, что весьма и весьма вариативно. По поводу замен, ничего не могу сказать, чистое небо не считаю нужным иметь в этой колоде, можете взять вместо гриба, тем не менее, если захотите. Также можете взять пятерочку, которая лечит трех юнитов слева. Ну и я предлагаю сразу погрузиться в игру. Сыграл бы ранкет, но какое-то, знаете, уже такое легкое волнение после силы лишних игр, поэтому сзади все-таки газуальный режим. И кто же это будет? Это будет Родовит. В консильник сразу, потому что Родовит просто очень недлог двум нашим юнитам. Ладно, тут у меня есть онлокер. Сигар дрифт я оставлю. Ручник есть, цивили есть. Все это может получиться. Батюрка уберем. Так, ставим медведя первой картой. Посмотрим, что он сыграет. Если это погода, то это нам на пользу. Это люди. Если я сейчас поставлю второго медведя, он, скорее всего, даст ему лук. У него не так много юнитов в колоде, вы это уже могли заметить, наверное. Давайте поставим еще одну медведя. Будет ли сейчас лук? Отлично, туман, это нормально. Ставим его чуть правее, потому что справа у нас будет стать морфорг. Не лучший погодный эффект, я могу так сказать. Потому что он наносит сильнейшему юниту, а для этого морфорг должен быть самым силой лук. Очень больно, я конечно делаю. Летели все на медведя. Что-то все вообще не очень получается. Мне, по-касавшись, совершенно не нравится. Ну, дадим в Детмаль за сейчас. Если сейчас лук пойдет, я уж, конечно... Так, это у нас игрушка. Сейчас вполне может быть использован Родовит, но он, конечно, никого не убьет. Два лука. Очень больно, конечно. Дима, я все. Как-то здесь больно. Редак, скилл. Интересно, его ли он прокачал? У нас все очень плохо сейчас. Не, ну если с такими соперниками попадаться в рейтинге, то, конечно, далеко ты не уедешь на такой колоде. Решил, блин, по речке записать гад. Играю. Скажите, что это все. Скажите. 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 даем сейчас цели потому что шансов матч у нас не будет собачка умрет что весьма пчани и даже забрать мне нечем хотя подождите урал это 11 давайте заберем эту траву потому что он играет на какой-то контроль колоде нам нужно просто сейчас найти все наши карты поставить на стол будут возвращать чудо так двойной кристалл зура отлично я оставляю все карты как есть верну сейчас медведи наверно только понятно что не найдется контролем медведи сейчас как они 300 все очень плохо и очень больно мы получаем по затылку ну это какой-то контроллера дает ну я не знаю ну просто очень больно когда все получается ну давайте нажмем пас два золота он уже отдал у нас ордер на 7 моркорк на 3 если я не ошибаюсь так ну медик пришел хорошо надо все-таки воскрешать медведя иначе стражница этих мы никак не используем не реализуем как самая погодная карта сильная которая контрит колоду это пожаловать на реальность давайте вот так сделал тут он тут он будет ему наверное снимать броню да очень сильно карта на самом деле затяну затянувшейся игре такой так мы теперь мы сыграем наверно на медика теплой очевидная тут и сыграем очень сильно карты я еще не сейчас хорошо что это сделал чтобы чучело не было забыл он получил или же еще тебе единицы пара урона единиц и к болуга так засуха ну хорошо наш семерка от этого только в плюсе и последняя карта которая у тебя есть что-то ты там прокачивалась лютика давай ка посмотрим что это чучело леденящий кровь рык счастья нам хватает и мы вырываем победу этого контроллера давида несмотря на то что начало у нас немножко не задалось мы смогли это сделать я вижу тест родовида идут полным ходом ну давайте для того чтобы как бы еще раз все таки видите я надеюсь наглядно против кого мы должны сыграть мы сыграем еще одну игру я попробую все таки объяснить против погодников как именно нужно играть против родовида видите я решил додавить и так как у меня остается мой морфорк и потом я понял что лучше все таки добрать будет раз он так вот отдает это просто причем добрать то можно было с одной карты да мы отставали теряли цели но ты один я ждал этот матч-ап надеюсь это будет именно погодный прорезин который будет давать мороз в первый ряд что кстати я не советую делать итак сначала заменяем медика чтобы мы не пришли его копии далее заменяем троечку ну и теперь мы сбрасываем морфор пришел доллар кстати мастерного что тоже нормально жаль нет медведя повторюсь медведя нет прием как слышно есть одна пятерка нет медиков есть цири в принципе можно играть в тяжелую игру дадим сначала лучника он же не будет нажимать сейчас пас правда иначе это было бы просто глупо как старый добрый да ребят видимо пас и все ну вот и погода ребят сейчас я вам покажу почему так сильны эти самые лучники смотрите играем карханкрайта ставим морфорга слева потому что в случае чего если у нас был допустим корабль да мы бы хотели поставить морфорга слева тоже потому что корабль бы наносил на единицу урона и лучник соответственно получал бы тут бонус был бы у нас второй лучник мы бы уже выиграли эту игру на самом деле фактически со стопроцентной гарантии но второго лучника у нас нет конечно если вы хотите прокачивать кораблем морфорга нужно ставить его справе правее от лучника но учитывайте что если я вот сейчас бы поставил корабль слева да то он сможет потом просто его легко украсть давайте мы попробуем дать саленса летел навигатор дикой охоты ну хорошо наверно что он летел очень тяжело пробить нейтраля под броней это можно сделать если сейчас например дать чучело на лучника и потом с помощью дев защитник клана друга тогда и добрать его но я уже кинул ему саленс скинуть саленса своего юнита я тоже смогу поэтому следующий мой ход это ольги справа от лучника и потом можно в принципе сделать и наоборот давайте сначала так и сделаем давайте сначала сыграем корабль мало ли что произойдет пусть он уже одну единицу добавить не удачник получилось смог ему все-таки забрать ничего моркор будет у нас получать по единице урона потом мы восстановим вот он сейчас сделает то что я назвал грязи ну хорошо давайте поставим ольга ну теперь ему смеетесь будет наноситься собаки единичка урона хорошо мы потом восстановим эту силу но он делает нам больно но не критично как как вы уже могли заметить это происходит очень часто нам стараются сделать больно причем я могу сказать что в он ранг иди оппоненты какие-то даже посерьезнее они стараются играют от твоих карт до тройки я могу разыграть но и гад ранее уже ушел что же следующее он будет играть может быть пас мне не выгодно сейчас прокачивать ольга рана чтобы он был сильнее только хотел отыскать потому что может залететь такая карта как скорчь ставить цири какие-то оппоненты слишком жесткие вам ранки иди просто контроль от тебя а в следующем раунде он сыграет воина в дикая охота и он может проиграть этот раунд поэтому наверное стоит как-то попытаться забрать этот раунд сейчас может быть катакан может быть ключник на ольгерда может быть много чего интересно и у нас нет чему воскресить так бы я конечно сразу же это сделал можно сделать конечно еще такой ход как чучело передвинуть собачку слева от корабля но вы уже сами понимаете не очень хороший ход сейчас ключник возможно поэтому смотрел мой отбой как видите очень все хорошо у этого оппонента получается против меня он сыграл еще одну карту меня это ладно устраивать так шибы да следующий ход будет скорее всего гончие дикой охоты он их будет прокачивать и я останусь с ресайленсами с ресайленсами у себя на столе у меня будут определенного рода проблемы но тем не менее 6 как его медведь пришел от хорошо меняем как обычно одну деву нам бы медика на самом-то деле клан брокер хантер тоже подойдет ключника он уже потратил мы об этом знаем откуда игроки так хорошо играют в обычном режиме будет ли он сейчас нажимать пас я веду на очень большое количество карт если у него есть воины дикой охоты то ему стоит их уже ставить я не хочу тратить не единой единицы урона поэтому поставлю сразу медведя потом поставлю между ними брокера потом остановлю силу морборгу надо запомнить было только что он 5 то есть мы знаем что у него сила до 5 сейчас он может сыграть эридина воина дикой охоты нанести три единицы урона медведя и медведь умрет если он хочет так сделать он может но тогда он наверно не соберет трио потому что у него не будет их трое в руке но если у него хотя бы два есть есть один лига тогда он может его собрать это трио у меня есть коралл что-то тут есть ну давайте ставить по центру ставим по центру наносим сюда урон если что будем использовать дикой главное убить это самое трио не дать ему его сделать потому что они останутся при проверше на столе мы можем это сделать легко кстати у нас есть девы и мы с помощью дев сможем как минимум забрать одного давайте сразу мы сейчас на заблокируем доступ так сказать к этому потому что он собрал всю эту тусовку воина дикой охоты на столе я хочу достать всех абсолютно стражницы поэтому я делаю так для того чтобы не вернуть чучку если у него есть еще один всадник руке я наверное обречен на поражение но если же нету я сейчас дам гриб моркорга потом дам еще кузнеца потом случае чего дам коралл и мне останется еще все-таки собачка здоровая не целая ключника он уже отдал поэтому я особо беспокоиться по этому поводу не буду пока у меня вроде все выглядит как не очень хорошо но посмотрим что он сейчас сыграет за карту это очень важно может быть он вообще нажмет пас найдешь он не может найти их троих так ну что мы делаем сейчас сейчас мы восстанавливаем силу моркорга он наша сила помню что он был пятеркой теперь становится восьмеркой с коралл мы тут его догоняем но больно делает он нашим нашим нашему второму ряду может меня и не затащить в этой каточке просто он перебрал всю колоду могу предположить что у него один всадник все-таки есть в руке еще также мы можем поднять нашего всадника для того чтобы восстановить его силу она там у него тоже весьма немаленькая и нанести еще три единицы урона в следующий ход я ставлю кузнеца если он нажимает пас я там цири вроде как-то гоняю конечно какой-нибудь рагнарёк будет тоже не менее очень хорошая карта утопить позволяет как-то тебе передвигать твои отряды а давайте мы тоже передвинем нашего лучника поставим на 12 у нас и сделаем вот сюда 3 урона и теперь он опять будет прокачиваться посмотрим сможешь ли ты нас забрать ключи и конец ты его потратил на ольгер да вопрос нужен ли он тебя был так сильно как видите мы сейчас восстановили себе силу как бы своего лучника которая была вот не то в морозе все у вас наверное весьма неплохо банально потому что у нас больше к мы можем себе позволить дать и шилдсмита и еще и цили ходит очень долго оппонент можно возможно довершить начатое все-таки ну очень долго все будут отматывать надеюсь в записи магическая баба свои ключи на самом деле в принципе что-то он им додал так мы пробуем тут дальше забирать хватит и кора я даже не собираюсь считать потому что ну придется давать цире в этой страшном году абсолютно все карты все нормально я думаю что мы победим потому что у нас морпор с хорошими статами скобочках с восьмью появится пятерка на столе и мы сыграем на ведь надеюсь что медика там с у нас три медика еще в отборе осталось кораблю это не то что нам нужно нам нужен медик хотя и мы выигрываем эту игру против погодного мусора как видите коралл и цири преимущество по картам все равно сделали свое дело и на дистанции мы смогли его одолеть даже без медика на этом я буду ребят завершать свой гайд и хотелось бы так сказать под конец видео пройтись по небольшим матчапом наверное будет правильнее сказать которых вам стоит остерегаться против которых наоборот вам будет приятнее всего играть итак если и типа фракция мирроры скеллиги против такой же колоды будьте аккуратны с медведями учитывайте что у него тоже есть жрицы используйте своих медведей грамотно не бойтесь перекачивать лучников потому что украсть он у вас их никак не сможет украсть он сможет у вас только что-то с донора всегда берегите своего донора всегда берегите свое чучело для того чтобы сделать собственно анлок в случае чего но если вы уверены что у него нет этого самого донора то можете кинуть лок на его карту против же стражниц королевы играйте чуть более агрессивно старайтесь выставить свои комбинации на стол как можно раньше ваш сила конкретно в игре против стражниц это медведи потому что у них как правило из убийственных карт имеется только холдер чернорукий который наносит 5 единиц урона да вот он может убить медведя еще имеется 3 суд как правило так что вы это учитываете всегда и старайтесь от этого как-то может быть отыгрывать слегка в принципе матчапы это мирроры понятно тут кому больше повезет кто правильно сыграет у кого сильнее морковь у кого сильнее ольгерт у кого сильнее лучник и так далее у кого там геральт игни у кого его нет у кого цири я думаю вы поняли в колоде со стражницами старайтесь забрать первый раунд и вытянуть из него как можно больше ресурсов во втором поставив своего медведя не давая ему воскресить стражниц и получить кучу единиц силы но помните что если он играет оператора он может воскресить стражниц с помощью своей стране с которыми есть лишнее в руке если же идти по матчапам монстров против пожирания я не играл сейчас игра различные гибридные монстры с гарпиями поэтому учитывайте что медведь тут также очень силен они играют с гарпиями с туманниками сейчас стало популярно еще в них играть два зеркала беккера так что тоже это учитывайте свои самые сильные юниты не надеетесь что они возможно у вас простоят очень долго и старайтесь их также выиграть первом раунде чтобы потом цири оттянуть у них видим в во втором раунде заставить их поставить едем потому что они как правило всегда держит видим до третьего раунда чтобы сделать это очень мощную комбинацию на 20 единиц силы ну против классических погонников уже я думаю поняли как играть из этой игры хотя этот погонник надо признать очень очень сильно старался меня законтролить и это действительно так возможно наши песо равним ключ к ключником на это как бы уже его дело против же скайта или против скайта или краснолюдов старайтесь просто опять таки начинать свою комбинацию не бойтесь геральтов и не не бойтесь ничего просто контролируйте чтобы тот же не жегт 2 юнита старайтесь иметь у себя донора потому что это очень важная карта старайтесь иметь у себя коррл и геральта игни никогда не торопитесь отдавать их раньше Если вы знаете, что у вас неплохой по силе Моркварк или Ольгерд, может быть, даже отдайте раунд, если у вас есть, например, Цири в руке. В противном же случае давите их до конца, сжигайте им под конец какого-нибудь краснолюда самого толстого, либо обнуляйте силу ряда Коралл. Они, как правило, все их в один ряд скидывают. Всегда вот эти вот золотые карты против краснолюдов томите прям до самого-самого конца. Выжидайте очень и очень долго. Также помните, что у них есть Киаран с Локом. Против эльфов на погоде, ребят, используйте свои золотые карты. В первом ряду старайтесь их ставить правее, для того, чтобы скидлингский шторм наносил 3 единицы урона золотой карте. Если же получилось так, что вы там поставили корабль, он ему кинул кандалы, вы поставили Моркварка, он вам кинул кандалы, вы поставили Ольгерда, он кинул кандалы. Просто старайтесь прокачать вот этих вот лучников, это будет ваша сила. Если вы хоть как-то зацепитесь на столе, обычно идет так, вы ставите Медведя, он его убивает, вы ставите там лучника, просто так. Это даже хорошо, потому что, учтите, если нету вражеских элитов, он несет 3 единицы урона вашему элиту. Ну и, соответственно, старайтесь выиграть этот самый первый раунд. Если у вас где-то 40 сил и у него на 0, он вас, скорее всего, не догонит уже никак. Если вы закрепились на столе, да, у вас стоит все правильно по позиционке, даже если он убьет одного Моркварка, и он сместится вправо, это никак ничего не решит. Поэтому старайтесь их задавить в первом раунде, если же не получилось, то оставляйте себе и Корреллы, и Геральта Игни, для того, чтобы побороться с ними во втором. Это краснолюды. Что касается Нильфгарда, то же самое, что и со Скеллиги. Будьте внимательными со своими Медведями и Лучниками, особенно с Лучниками, потому что, в отличие от Скеллиги и Медиков за единицу, да, которыми они просто воскрешают своих юнитов, Нильфгард может украсть вашего юнита, а именно вот этого вот сладкого Бубалета, допустим, который под погодой прокачался там уже на 15 единиц, на 20 сил. Но учитывайте, что против Нильфгарда они погоду не используют, у них погода это одна, это Вангемар. Если они по глупости своей ее решат отдать, то Лучник, да, будет сильный. И тогда уже используйте Медведя. Старайтесь задавить их в первом раунде. Ваши ключевые карты тут Грипп и Геральт и Гни, также всегда Донородержительный, в случае, если он кинет Ресилиенс, или же Адреналин, как он на русском называется, своим гнитом. Как-то так. Ну и... Королевство Севера, да? Королевство Севера тут забавная фракция такая получается, потому что на ней вроде как никто не играет, но и потенциал к контролю вашей колодии у нее тоже имеется. Имеется лидер Родавит, который имеет целых два лока, и может кинуть их и на Ольгерта, и на Моркворга, и будет вам тяжело с ними разобраться, но, как правило, значит, кроме двух локов, у них больше локов-то и не будет, ребят. Вы это тоже учитывайте. Забавите лок на двух медведей, ваши Ольгерты и Моркворги будут стоять спокойно. Но это вроде все, что я хотел сказать. Внимательно следите за позиционочкой. Если вы хотите, чтобы у вас качались, например, клан Броквора-лучники, то учитывайте, что корабль должен стоять слева. Тот юнит, у которого должно отниматься здоровье, а это вот эти юниты, должны стоять правее корабля, лучники, соответственно, должны стоять вот тут вот. И тогда вам вот этот корабль лучше всего даже ставить, может быть, на лучника, либо уже ставить его в каком-то другом раунде. Если вы играете против погоды, просто ставьте два лучника вместе, это, ну, вы будете в плюсе от погоды, понимаете, такое бывает редко, но вы будете в плюсе. Если вас донимают очень сильно именно Рагнарёком, ребят, повторюсь, Рагнарёком, то тогда берите Чистое Небо, либо берите Пятёрку, которая восстанавливает здоровье. Ну, вроде как всё, я рассказал всё, что я хотел сказать. Готовьтесь, ребят, скоро будет Лето. Лето в смысле карта, она скоро появится у многих игроков. Они будут следить за вашим столом, они будут давать Лето. И потом, соответственно, Лето уничтожает всех юнитов, ребят, учитывайте. Если Лето уничтожил ваш ряд в четыре юнита, Ольгерда, Моркорга, Корабли, Лучника, то все они пропадают из игры. Ну и помните про Саленсы, они же Локи. Помните про Геральтов Игни, чтобы следите, чтобы этот момент не сжигал ваших двух именно юнитов. Одного можно, это не страшно. Про Локи сказал, про Геральта Игни сказал, про Лето сказал. Ну, вроде как всё. Следите за позиционкой, желаю вам хороших игр и приятных, собственно, побед, так сказать, над вашими соперниками. С вами был Поречка, до новых встреч. Можете вступать в мою группу в Дискорде, группу ВКонтакте, подписываться на канал на Ютубе, на Твиче. Я буду только рад. Всем пока, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok